Друзья, я снова здравствуйте! Меня зовут Рустам. Продолжаем размышлять. Поехали! На роль инструкции от Бога в мире существует огромное количество книг. А теперь представьте, что после покупки телефона вы обнаружили порядка 100 инструкций, каждый из которых противоречит друг другу. Это кошмар. То же самое с инструкциями для нас. Их не должно быть 100, 20 или даже 2. Инструкция должна быть одна, истинная, неискаженная, автором которой должен быть создатель. Друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о Коране. А вы самостоятельно проанализируйте и подумайте, существует ли еще одна подобная книга, которая также может претендовать на роль инструкции для человечества. Вы верите в чудеса? Кстати, чудо – это ходить по воде, воспешать мертвых, или, например, стоять в огне и не гореть. Все это чудо. Хотите ли вы увидеть чудо? Вот он, Коран. Что же в нем чудотворного, спросите вы? Ведь это всего лишь книга. Чудо Корана в его неповторимости и неизменности. Возьмем, к примеру, любую книгу. Можно ли ее переписать и перефразировать? Конечно, в этом нет никакой трудности. Я могу переписать стихи Пушкина, например, и ты даже не увидишь разницы. А может, и увидишь. А что неповторимого может быть в Коране? Я тоже могу его переписать. Дело в том, что во время неиспослания Корана арабом была очень развита поэзия. Люди даже друг с другом разговаривали в стихотворной форме. Сынок, на завтра планов ты не строй. По траву пойдем с тобой. Отец, я Васе с Колей обещал. Рыбачить едем на причал. Ну, как-то так. Так вот, стиль изложения Корана был и остается для арабов, и тем более для простых людей, недосягаемым. Арабы, услышав только одно предложение из Корана, свидетельствовали, что это не человеческая речь. Такого изложения речи невозможно достичь. Я все равно смогу изменить. Вот уже на протяжении 14 веков никто не смог исказить эту книгу. Никто из людей не смог добавить в него ни буковки, ни слова, ни предложения. Если мы возьмем Коран из Японии, Нидерландов, Америки или Германии, то все они будут одинаковыми, букву в букву, от корки до корки. Более того, в Коране содержится вызов, который брошен всему человечеству. Приведите же Суру, подобную ему, если вы говорите правду. Слушай, зачем ее менять? Ведь войну и мир тоже никто не переписывал. И что теперь? Это книга от Бога? Но есть одно но. У этих людей нет такого количества последователей. Нет такого количества людей, которые бы знали эту книгу наизусть. Нет такого количества людей, которые хотели бы изменить эту книгу. Нет мотива, чтобы поменять ее. А если он появляется, то они искажают и меняют ее. Для человека это легко. Ситуация Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии. Народы этих стран приверженцы Корана. Затраты миллиардов долларов на ведение боевых действий в этих странах могло бы сойти на нет. Если бы они смогли исказить Коран, дописать хотя бы одно предложение. О вы, которые веруете! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь его посланнику, а также тем из вас, кому доверено. А также повинуйтесь народам со стран Запада и НАТО, и подносите им дары из нефти и газа. И не воюйте с ними, потому что они хорошие. Хотя бы так. Казалось бы, цена вопроса – изменить Коран и подчинить себе все народы. Но, увы, все тщетно. Аллах в Коране говорит, ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого до стахвального. Ты говорил о чудесах. Получается, что это и является чудом Корана. Что его невозможно изменить? Да, так и есть. Это свойство Корана, которое не присуще никаким другим книгам. Что свидетельствует нам о том, что оно не спослано нам от самого Создателя. А как же она дошла до нас? Ведь не мог же Господь сбросить ее с небес. А вот это уже другой вопрос. Будем размышлять и доказывать, друзья. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok